Он провел, он, блядь, он, блядь, провел, он, провел, всем свет в будку, а при этом нету никакого влияния личности на историю. Ха-ха-ха-ха-ха, сейчас, ха-ха-ха-ха, вот, вы поняли, ребят, шутку-то, реально, вот это смешно. Он, не его положение, которое он так или иначе, незаслуженно, видимо, или заслуженно, неважно, да, достиг, а именно он провел свет в будку им, блядь, им нахуй провел свет в будку, блядь. Сука. Блять, выебал, короче. Ну вот противоречие. Теперь Маргиналу остаётся либо отказаться от концепции того, что он провёл кого-то свет в будку, с одной стороны, а с другой стороны ему остаётся отказаться от своей концепции, что личность ничего не решает в истории. Предлагаю, держи, Марго, держи. С любовью, короче. Да, кто-то бы другой провёл им свет в будку, если бы не Маргинал. Всё, окей, поиграл. Спасибо большое, давайте тогда это разберём. Если не будет видосов, мы потом, наверное, вернёмся к данному видео. ...влияет на ход истории, если есть достаточно кейсов, где... Ну понятно, Маргинал влияние личности на ход истории. Опять марксистская хуйня, короче, сейчас будет. ...до которой никто не может допереть из вас современников. Блядь, ну ты понимаешь, как бы... В чём... Нет, ну не понимаешь, очевидно. Смотри, кто-то... Кто-то... По определению, это аналитическая истина. Кто-то по определению должен был быть первым. То есть вот у тебя... Ну вот ты берёшь, блядь, зерно, сыпешь его на стол. По определению, одно из зёрен сталкивается со столом первым. Окей. Это аналитический факт. То есть это даже, типа, проверять бессмысленно. Аналогия... Аналогия с зёрнами не работает в данном случае. Потому что зёрна и люди очень разные. Есть ли зерно, которое падает первым? Есть ли зерно, которое падает после... Оно есть. Вопрос, какое оно? Так же и вот эти вот люди, которые, типа, первые, чё-то там... Он, короче, теперь только аналогиями рассуждает, да? Он, как бы, забыл, да, что аналогия не аргумент. И теперь в оригинале рассуждает только с помощью аналогий. Доказали, первые чё-то изобрели. Ну, первый кто-то должен быть, блядь, ну ёпта. Не может сразу быть второй, блядь. Не может сразу быть 50-й, нахуй. Другой вопрос заключается в том, а было бы что-либо изобретено, если бы не этот первый, соответственно. Была бы математика без Пифагора, например. И в каком виде она бы была, если бы была, да, соответственно? Может быть, совершенно ином. Была бы математика без Платона. Ведь всё-таки платонизм, он не очевиден. Вообще, большинство философских учений, которые сильно повлияли на историю и философию, они не очевидны. В том плане, что они могли не возникнуть, и более того, они могли не повлиять на человечество вообще никак. И, соответственно, наука тоже, как некое следствие объединения некоторых философских позиций, тоже могла бы не возникнуть или возникнуть в совершенно другом виде, совершенно другим методом. Интересно, да? Ну, просто маргинал, как я понимаю, тотальный мистик, детерминист, у которого всё уже предсказано заранее. То есть, понятно, что неизбежно будет, там роботы там впереди, вот эти вот... Искусственные интеллекты будут нас убивать, соответственно, да, которые... Да, действительно, действительно, так и есть, видимо. Искусственный интеллект нас всех убьёт, друзья. Помним, помним. У маргинала всё уже просчитано, и самое главное, он уже знает, да, как всё должно было сложиться, как всё сложилось, и в конце концов, как всё сложится в конце. Ну, то есть, маргинал теперь начинает претендовать на роль непосредственно Ванги. Кто-то из них будет пьёт. Если два зерна упали одновременно, ну, тогда, значит, одно из зёрен — это Виктор Шестаков, а другой — Клод Элвуд Шеннон. Как бы такого тоже дохуя. Ньютон и Лейбниц. Два первых зерна, значит. Так или иначе, кто-то, блядь, первый. Блядь, вот у нас упорядоченное множество. У него есть этот, блядь, максимум и минимум. Хоть-то обосрись. Почему кто-то изобретает то, что там никто не может допереть? Потому что это, блядь, по определению по-другому быть не может. Это проблема того, как мы это видим, а не того, как это есть. Как это есть? Проблема формулировки. Как же это есть? Интересно. Да, кто-то будет первым, блядь, да. По определению... Как это есть? Вот гонка, блядь. В гонке по определению будет первой. Можешь хоть охуеть, блядь. Как так получается, что в гонке всегда есть первое место, блядь? То есть вот-вот как-то так получается, что первое место всегда есть, да? Да-да-да, давай. Да, могут два хуя одновременно прийти, окей. Ну вот, значит, первое место, оно все равно есть. Оно не просто есть, их, блядь, два. Если все сойдут с дистанции, то гонка тогда отменяется. Бывает еще ничья. Ничья это просто несколько первых мест одновременно. Собственно, и в этих охуенных открытиях, как бы, изначально мы про открытие говорили, да? Давай-давай, давай. Точно такие же ничьи и получаются. Яркий пример открытия логического вентиля в 1934 году одновременно в США и РСФСР. Зерен было много и все они одинаковые. С чего ты взял все они одинаковые? Какой-то меньше, какой-то больше. У них аэродинамика разная. Нет, зерна, некоторые из зерен, они падают быстрее других, потому что там сопротивление воздуха отличается для одного зерна и для другого, потому что какой-то из них больше, какой-то меньше. То есть там из-за сопротивления воздуха, блядь, из-за аэродинамики, то есть какой-то из них более такой каплевидный, а какой-то нет. Наггет сыпал на акции, да? Как минимум сопротивление воздуха на них по-разному влияет. Нет, зерна не одинаковые. Одинакового ничего не бывает в мире. То, что ты сказал, логически никак не связано с тем, что личность важна в истории, потому что именно, что кто-то должен быть первым, а второго быть не может. Нет. Блядь, ну по-твоему... Блядь, ну кто-то должен быть первым, это факт аналитический, то есть он ничего не значит. Ты понимаешь, что это аналитический факт. Блядь, а чего они спорят, нахуй? Какая разница? Не синтетические. Это не, блядь, эмпирическая какая-то хуйня. Типа, вот мы обнаружили, что в истории кто-то должен быть первым, и это показывает нам роль личности в истории. Нет. Это факт формулировки просто. Да, действительно. Поэтому дальше проходим. Я думаю, что мы как люди не можем по-другому сформулировать свои мысли. Это невозможно. Потому что у нас такая логика, такая вот хуйня, типа человеческий мозг, он так выглядит. Поэтому то, что кто-то обязан быть первым, это не факт истории. Так личность не влияет в историю. Да, поехали. А кто влияет в историю? Давайте, я жду ответа. Кто, блядь, влияет в историю, если не личность? Я хочу узнать. Мне вот интересно конкретно, кто, блядь, кто? Мне поебать, кто первый, кто второй, блядь, кто третий, кто десятый, кто семидесятый. Заебали. Что влияет? Это факт, блядь, формулировки. Давай. Это формальный факт. Как-то связано с тем, что личность вдруг не важна. Первый должен быть факт формулировки, а второго может не существовать, потому что именно этот путь должен пройти человек. Он будет один на все человечество. Нет. То, что я сказал, было контраргументом против аргумента... Это, блядь, не контраргумент, это нихуя просто. Это просто полная нихуя. Давайте дальше. Про людей, которые открыли какую-то хуйню, которую они открыли первыми. Да. И вот мой контраргумент к этому состоял именно в том, что то, что у какого-то процесса есть кто-то первый, это аналитический факт, а не синтетический. То есть никакую роль личности в истории он демонстрировать не может. То, что это тривиальная истина просто. Она нихуя не знает, что это... А, следовательно, а, например, то есть это вот такая хуйня. То есть, ну да, охуенно заебись. То есть, ну... То есть то, что у какого-то... То есть то, что у какого-то соревновательного процесса должен быть кто-то первый, то есть то, что в гонке есть первый, есть последний. Потому что, блядь, никаких нахуй гонок не существует. Гонки — это идеальные системы. А вы представляете себе? Гонки — это действительно, ну, это такие события, которые происходят в обществе. То есть... И что-то кто-то бывает первый, но это происходит тоже чисто идеально. То есть благодаря нашим идеям и помыслам. Ну да ладно. Поебать. То есть гонок, ребят, если что, тоже не существует. Это просто люди думают, что они участвуют в гонках, и они думают, что есть определенные правила. И по этим правилам кто-то может победить. Правила идеальный характер носят. Тоже, опять же. Аналитическая истина. Это как то, что, блядь, у холостяка жены нет, например. Ну да. То есть это не информативное утверждение, оно не может подтвердить синтетическое заключение, каким образом, по припителю. Второго может не существовать, просто математически, из-за сложного пути изобретения. Так второго нет, потому что нахуя второй раз изобретать ту хуйню, которая уже есть, ёбаный твой рот, блядь. Есть случаи с гонкой, то как бы там как-то... Да, в принципе, даже случай с гонкой... Да нет, случай с гонкой, там когда первый он, блядь... Да, это демонстрирует его уровень интеллекта. Пробежал первым, там все равно интересно, кто будет второй, третий и так далее. Но если бы эта гонка была просто на то, кто первый, то типа он все, он разорвал ленточку, гудбай, блядь, все остальные хуй сосить. То есть, да, ну вот... И с изобретениями это вот именно такая гонка, где вот первый прибежал, блядь, ленточка порвалась, все, гудбай, нахуй, все остальные хуй сосут. Никаких денег, ни денег, ни признаний они не получают. Ну, на самом деле, в жизни не так бывает, потому что там потом спиздить можно и так далее. Неважно, личность участвует в гонке, блядь, или не личности, так далее, так далее, так далее. Сейчас куда важен вопрос, а что, блядь, вместо личности? А что? Влияние личности на ход истории. Окей. Мы не номиналисты в данном случае. Мы не верим в то, что отдельные персонажи, какие-то люди могут повлиять на ход истории. А что влияет? Статистика? Статистики не существует. Статистика, блядь, иллюзия. Что еще может влиять? Гены? Гены тоже, блядь, иллюзия. Абстракции их, нахуй, не существует. Смиритесь, ребят, это хуйня полная. Их тоже, их тоже, как бы, они нигилируйте, соответственно. Это идеалистическая, биологическая, писательная система, которая вроде бы работает, но на самом деле, скорее всего, полная хуйня. Что? Что тогда? Духи, призраки, боги, блядь, кто? Кто? Я жду ответ, блядь, я жду ответ, кто влияет, кто, кто, короче, кто влияет на ход истории? Сама история, может быть, существует, как некий идеалистический, идеальный объект, субстанциональный. Просто интересно. Большинство изобретений, конечно, было спизжено. То есть, из-за того, что мы знаем, то есть, там, спизжено, в лучшем случае, куплено, как там у Эдисона. Но это уже, ну, типа, это про другое, это отдельная история. Гонка должна существовать для того, чтобы было наличие первого, так, ну, так она существует, но это уже данность. Просто аргумент был изначально в том, что как, как так может быть, что если роль личности в истории ничтожна, то как так может быть, что какие-то изобретения придумывают, вот один человек взял, придумал и все. Больше никто не придумал. На это я отвечаю, ну да, ну, кто-то должен был быть, блядь, первым. Вот он им и стал. Это мог быть кто-нибудь другой. Это, кстати, видно на примере изобретений, которые изобретаются одинаковые, одновременно, двумя разными людьми, в двух разных, блядь, контекстах. То есть вот как тот же логический вентиль. Но они в одном контексте находились. В контексте того, что логика работает. Какая неожиданность, да? Они еще, наверное, на разных языках это сформулировали. Ну как, именно не английский, французский разные языки, а разные термины использовали для определения. Скорее всего, опять же, есть подозрения. В контексте-то они в очень даже одном находятся. Ну да ладно. Ничтожная и не никакая это одно и то же. Ничтожная это значит она настолько малая, что можно ею пренебречь. Нет, не мог, это математически неверно. Где это неверно-то? В смысле, что не мог? Ты можешь более развернуто писать? Если бы Гитлер не сделал то, что сделал, чего бы ты взял, что это произошло бы в любом случае? Нет, просто дело в том, что как бы и вот про если бы там кто-то что-то сделал бы, не сделал и так далее. Все произошедшие события имеют вероятность один из одного, да, сто процентов. Вот, поэтому нет. Пошел нахуй, нет, хуйня. Про если бы там что-то хуйбы, блядь, если бы они не имеют вероятности вообще, потому что они просто произошли. А в свое время, когда они могли произойти или не могли произойти, тогда это и решалось. То есть, была вероятность или не была вероятность? Отвечай. Ручке был хуй, она, наверное, дедушкой была бы, да? То есть, как бы, если бы там нацистской Германии без Гитлера, это ну, картинка просто неполная получается. То есть, ну, в общем, короче, проездли... Так, была бы нацистская Германия без Гитлера, смогли бы нацисты прийти к власти без Гитлера вообще? Это просто бессмысленная срань, она ничего не значит. Нет, она дохуя всего значит. Это как раз вероятностный дискурс. Это как раз попытка задать вопрос. Скороста хуйня, которую бьет, бьет твой, блядь, подход ебучий. Как бы ставит его раком и ебет вместе с твоим, блядь, не знаю, что ты там ешь, коллаген, блядь, или какая там хуйня, чтобы у тебя в жопу драли, как бы у тебя она не пачкала хуин чужие, чувак. Ну как бы, все же просто. Сказать, что вероятности это полная хуйня недостаточно для того, чтобы их опровергнуть. Вот, просто дело в том, что все остальное, как бы, и Гитлер, и, как бы, его исторический контекст, оно так или иначе все представляет из себя надстройку на материальном базисе. А-а-а-а-а! Надстройка над материальным базисом! А-а-а-а! Ну ебать, марксизм пошел, охуеть, спасибо! Есть понятие, идея витала в воздухе. Да, только идей не существует, на самом деле. Ну и в воздухе они не витают. Ну ладно. Кто-то должен был быть первым у изобретенного изобретения необъедетного нет первого звоночка наличие первого все же важно эти может быть той же степень как как мы же смотрим с позиции того что изобретение emerging мы же не рассуждаем про изобретение которое не было есть orchest円 и почему мы не можем рассуждать про изобретение которые не были изобретены да нет но просто заебно Маргинал несет какую-то хуйню Ну просто, понимаете, в один момент просто Маргинал вообще в принципе перестал обосновывать любые свои позиции И для него стало довольно привычной традицией просто брать и засирать те концепты, которые на поверхности противоречат его концепту Он просто говорит, ну это, блядь, хуйня, очевидно, понятно, говно, залупа, там, давалка, хуй, бледина, санина, хуй, пизда, говно, вагина И, короче, поехали, вот такой набор слов у него непосредственно, это как, не знаю, контр-аргумент против всего того, что противоречит его позиции При этом разбирать позиции других людей он в принципе не собирается и не будет Я не знаю, нахуя эти хайлайты вообще нарезают Влияние личности на ход истории Что в итоге, что в итоге пока мы видим Не обосновано ни хуя, влияние личности на ход истории Хоть что-то там сказано про влияние личности на ход истории вообще Он хоть попытался высказать свою позицию, например, полностью изложить ее, чтобы ее можно было критиковать Пока нет Он хоть попытался раскритиковать позиции оппонентов Нет, говно, залупа, хуй, говно, санина, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба Брогер пишет Маргинал, мы не можем рассуждать про те изобретения, которые не изобретены Также маргинал, искусственный интеллект Да, это было уже рассуждение, есть такое Значит, Гитлер – это значимая фигура в истории Нет, это значит, что Гитлер является следствием тех же причин, следствием которых является и то, что приписывается к Гитлеру Как тогда доказать малую значимость личности в истории? А как доказать большую значимость личности в истории? Ты просто говоришь, что роль личности в истории не важна, так как кто-то бы сделал хуйню в любом случае неважно кто нас чего ты взял что-нибудь гитлера его хуйню сделал бы кто-то еще вот тебе личность вот влияние на историю ну блять докажи покажи нам другую нацистскую германию гиги то есть ты говоришь ему докажи сам доказывать не собираешься охуеть молодец спасибо вернет покажи нам как вот там она не не получилось давай вес ты не можешь показать альтернативный пример того как пошла история в которой не было гитлера то значит ничего не доказал чем показать один раз это ну типа недостаточно для науки надо реплицировать много раз в истории гитлер кстати тоже один раз пришел к власти и как бы один раз и один раз в общем-то добился соответствующего результата представляете себе для науки этого блять недостаточно значит реальности недостаточно блять для науки представляете себе какая интересная ситуация история не может быть наукой потому что в ней мы не можем повторять одни и те же события много раз представляете себе мы не можем проводить исторические эксперименты в прямом самом смысле у нихуя себе кто бы блять мог подумать да мы никогда не построим такой же советский союз он всегда будет другим и так далее так далее так далее так далее о да о да ой ой очень круто спасибо большое убер маргинал историю мы только что опровергли поэтому ну нахуй показывай германию без гитлера или застал то есть вот германия а лучше ты маргинал покажи германию с гитлером несколько раз чтобы несколько раз в истории германия с гитлером непосредственно то есть давайте перемещаться во времени каждый раз во времени каждый раз перемещаться давайте, и каждый раз прокручивать одни и те же события по порядку соответственно, и давайте несколько раз проверим а будет ли все меняться или не будет, давайте проверим да, это высказывание сами не влияя на действия никаким образом, давайте будем возвращаться в прошлое с помощью машины времени и всякий раз повторять, повторять и повторять, может быть одни и те же события, а вдруг они будут меняться вдруг какие-то случайности будут происходить, и Гитлер, например иногда рандомным образом будет умирать ну ладно поехали дальше ебучие детерминисты короче, хуй сосут не, которая пососала, блядь в Первой мировой войне которую, собственно, унизили и обоссали со всех сторон блядь, в которой та, собственно, экономическая ситуация сложилась, вот какая сложилась, не, ну Польшу-то тоже обоссали ну да ладно что-то Польша не пыталась захватить мир в последнее время в последний век у нее что-то не получалось как-то значит, и при этом покажи, чтобы вот там без Гитлера было оно даже так не работает осужает, может множится всех возможных изобретений, да уже изобретенных хорошо, назови мне одно неизобретенное изобретение, пожалуйста искусственный интеллект а, ха-ха, простите я немножко в прошлое переместился у нас там другое видео было, где маргинал отвечал про искусственный интеллект а, вот да, ну чтобы не сужать, я же сужаю какую-то хуйню у тебя в голове, блядь давай, назови мне одно неизобретенное изобретение Которое не изобретали никогда Потому что это я Настоящий гений Без корней Настоящий ученый Ты просто лук ебучий Лук ебучий Пидор сучи Ненавижу я тебя Убер-убер маргинал Маргин-маргин-маргин-маргинал Не моргай, не моргай Когда я смотрю тебе в глаза Иначе залетит туда большая стрекоза Она вырвет твое Глазное яблоко И тебе будет нелегко Ко-коу Ты кричишь ко-ко-ко-ко-ко-ко Потому что ты детерминист Ведь все мы знаем, что детерминисты Петухи и анонисты Нахуй детерминисты Детерминизм Это скучная хуя Для тупых дегенератов Для тупых солдатов Которых ебут в рот Нахуй этих долбоебов Пусть каждый из них умрет Пусть умрут детерминисты Нет детерминистов В поле чистом Я расстреливаю их Детерминист Это миг, да Человек с лицом картошки Хочет противостоять шадову Немножко, но нахуй Ему не победить нас Вы посмотрите на его анфас Он генетически Несостоявшийся индивид Он как из Индии Вид, короче, блядь Не знаю Он как сталагмит Трилобит Маргинал это трилобит Он очень странный Очень странно говорит Он кукич Вероятно, все плохо Генетически создан Он был лохом Да-да, было все предопределено Ведь детерминизм создал это говно К сожалению Родиться заново нельзя И поэтому Маргинал теперь хуйня Был рожден хуйней И стал хуйней И даже Будет хуйней Никто не исправит его Он будет хуйней Всегда-всегда Будет хуйней Был хуйней И станет Останется Этой хуйней Он так состарится Сдохнет Будет очень странным И со своим пальцем в жопе Хватит, да Я изобрел изобретение Которое нельзя изобрести И это мой стиль Это мой стих Мой фристайл Понимаешь, парень Я давно устал Читать все Это мой фристайл Каждый день изобретаю Их, 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 их Детерминизм Это миг Я доказываю Все срослало в строках Иди нахуй до боев Это моя стоя Это моя стоя Е, е, е Это моя история Я могу Переписывать ее Сколько захочу Даже чуть-чуть Могу Гитлера убить Могу Сталина победить Могу Разорвать твой анус На плене Моя история Создаю ее В своих книгах И ебу таких, как ты Стивенов Кингов, блядь Так Одно неизобретенное Изобретение Давай, вперед Марго обосрался Если генетический Детерминизм верен Получается Личность решает В историческом масштабе Что, блядь Каким куем Блядь, чувак Наоборот Как бы Как это В твоем гойском мозгу Нахуй такая срань Высралась В принципе, блядь Какой смысл Отрицать роль Роль личности Роль единицы В общем процессе Если мы можем Повсеместно наблюдать Что нечто малое Иногда Имеет больше влияния На определенный процесс Чем основная часть Масса Какого-то тела Например, нож Бесполезен Безрежущий Бла-бла-бла Потому что Если в истории Но проблема в том Что даже не наоборот То есть даже Если генетический Детерминизм Является верным Это Не отрицает Того факта Что какой-то Один Только индивид Один человек Одно номиналистическое Существо Может повлиять На то Что происходит Вокруг Больше Чем все остальные То есть действительно Даже с точки зрения Генетического Детерминизма Мы вполне можем Описывать Такую систему В рамках Блядь которой На все влияет Одно существо Два существа Три существа В той или иной сфере Может быть ключевое существо Которое эту сферу Создает вообще В принципе Диапазон создания Сфер Он просто громадный То есть Если вы посмотрите Вообще на развитие Человечества Например Философия Существует Греческая философия Китайская философия Индийская философия Еще огромное количество Разных философий Они радикально различны То есть Не было такого Чтобы люди В разных Непосредственных местах Создали одну и ту же философию По крайней мере В некоторых В большинстве черт Эти философии Различаются Даже если они По некоторым параметрам Бывают похожи История Создала В общем-то Поставила эксперимент Самостоятельно Вместо нас История нам Как бы Простила Наши глупости Глупость Убермаргинала Тотальную тупость Его неосмотрительность Его необразованность В общем-то Соответственно И она нам даровала Непосредственно Эксперимент Эксперимент Было несколько Вариантов Непосредственно Было несколько Вариантов Несколько Вариаций Культур Которые базировались На тех или иных Философских Предпосылках Китайская Индийская Греческая Ну еще там Несколько Плюс-минус В основном Даже родственных С индийской Китайской Греческой То есть Было очень Ну Несколько Вариантов Короче У нас было И они Развивались В разном Направлении Из этого Скорее всего Все-таки Следует Что мы можем Допустить По крайней мере Такой вариант В котором Личность На историю Все-таки Влияет Потому что Как минимум Генетических Каких-то Предустановок Недостаточно Чтобы у нас Создавались Одни и те же Там Открытия Достижения Системы В разных Культурах Изолированных Друг от друга А там Где нет Изоляции Там Есть Тотальное Влияние Соответственно Люди Друг на друга Влияют Люди Друг С друг Другом Как бы Взаимодействуют Люди Друг Другом Общаются Появляется Общий Контекст И в рамках Общего Контекста Бывает Да Создают Одинаковые Какие-то Вещи Да Есть Такое Есть Такое Действительно Есть Такое Ну Просто Серьезно Довольно 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 Странно Просто Генетический Тривизм Никак не Отрицает Влияние Личности На ход Истории К сожалению Другой Вопрос Что Влияет На ход Истории Гены А через Что Гены Влияют На ход Истории Через Единичного Человека У которого Есть Своеобразная Личность Может быть Даже Иллюзия Этой Самой Личности Неважно Но при Этой Иллюзия Личности Получается Очень Сильно Влияет На мир Вокруг Если Мы Номиналистически Подходим К делу Если Мы Подходим Как-то Через Обобщения И постулируем Существование Какого-то Там Общества Бога На Сферы Или Какой-нибудь Такой Абстрактной Хуйни Тогда Получается Что Влияние Личности На ход Истории Действительно Нулевое Ну потому Что Сама История Может Даже Существует Может Существует Наука Как Таковая Не Наука Как Блядь То Что Думают Конкретные Ученые Каждый Отдельный Конкретный Ученый А Наука Как Блядь Абстрактная Наука Типа Знаете Бог Общество И Наука Вот Они Такие Сущности Интересные Я просто Интересно Какая Хуйня В голове У маргинала Решает Личность Какая Блядь Каша Ебучая Из Несопоставимых С друг С другом Терминов Понятия Теории Мы вообще Тогда про социум Нихуя Сказать Не можем Содержать Ну Общество Нет Нахуй Общество Общество Это иллюзия Это абстракция Которая позволяет Нам что-то Описывать То есть Совсем Потому что Тогда у нас Весь социум И история Она движется Решениями Отдельно Взятых Людей Да Она так и Движется Скорее всего Если мы Подходим Номиналистически Если мы Не допускаем Идеальных Сущностей Никаких То Получается Что Общество Движется Усилиями Отдельно Взятых Людей Просто Этих Усилий Очень много Одновременно Бывает То есть Этих Отдельно Взятых Людей Действительно Колоссальное Количество Там Не знаю В одной И той же Сфере Например Там В изобразительном Искусстве В одно И то же Время Может существовать Десятки Или сотни Деятелей Которые Оказывают На нее Некое Влияние Опять же Сфер тоже Не существует Тоже на самом-то Деле И Формально Говоря Формально Говоря Формально Говоря Мы влияем Не столько На какие-то Сферы Условно Говоря А на Конкретных Людей То есть Конкретные Люди Влияют На Конкретных Людей Представляете Себе Появился Какой-то Влиятельный Человек Он придумал Какую-то Идею Повлиял На каких-то Конкретных Людей А эти Конкретные Люди Повлияли На других Конкретных людей, и постепенно вот так вот это все расползалось и распространялось, и влияние личности на ход истории оказывается, ну, влиятельным, да. Каждая отдельная личность влияет на ход истории, и вообще есть такая, знаете, такие первоначальные личности, которые на ту или иную сферу этого развития оказали наибольшее влияние, да, действительно. Как же нет? Как же нет? Только с помощью допущения существования какого-то общества, как это делают марксисты, чисто идеальная структура, общества на самом деле нет, это просто вот как бы, да, марксисты выстроили, короче, переначали гегелевского абсолютного духа и сделали из него общество. Вот, вот вам пример, да, того, как может, как мы можем отрицать влияние личности на ход истории. С помощью марксистского дискурса, с помощью номиналистического, ну, блядь, простите, простите, хуй сосите, короче. Волонтаристское говно получается. Взял, решил какую-то хуйню сделать, и сделал, и из этого все поменялось. Ну вот, как бы и все. Это делает невозможным ни политику, ни экономику, ничего. Так это все иллюзии, соответственно. А невозможны, как сферы, о которых мы договорились. Да. Представляешь себе? Нет, так не происходит, потому что у нас есть политика, экономика. В смысле есть, блядь, где политику потрогать можно, алё? Дайте мне потрогать политику, я не знаю, как потрогать политику просто. Я знаю, как подойти к каждому отдельному политику и спросить у него о том, что он думает про политику. А вот где политика сама по себе обитает, если не в мире идей, я не знаю. Маргинал же недавно сказал, что никаких идей нет, мира идей нет, да? Сказал, а где тогда вот это, где политика существует? В конкретных личностях, а в людях, в конкретных людях она существует? Джон Той пишет, маргинал не понимает, что так работает детерминизм, что ли, сделал хуйню, и все победялось. Не понял вас, Джон Той, ну ладно. Так вот, проблема, блядь, маргинала заключается в том, что он тупой, колоссальный, да, пиздец. Социология, собственно, статистика там. Ну да, статистика не работает, это полная хуйня. Прикинь. И заказнание. Да, и заказнание, кстати, тоже хуйня, согласен. Абсолютная хуйня, согласен, абсолютно. Если следовать номиналистическому дискурсу последовательно, ну все это хуйня, да, действительно. И наука тоже хуйня, потому что она на абстракциях основана, да. Согласен, согласен, абсолютно согласен. Все это хуйня, которая строится на вымышленных сущностях каких-то, которых не существует. А, Джон Дой пишет, ну типа он говорит, что если менять что-то, то результат будет таким же, как он может быть детерминистом. Кстати, интересно, да, что он именно утверждает, что если мы изменим, уберем личность исхода истории, например, то ничего не поменяется. Это не совсем детерминизм на самом деле, это, ну ладно, это, наверное, радикальнейшее воплощение детерминизма. То есть это еще более радикальный детерминизм, чем обычно. То есть если у какой-нибудь Лапласа мы высчитываем непосредственно сопоставление атомов, и каждый атом мог бы в итоге, если бы он мог меняться как-то, менять свое направление, мог бы повлиять на развитие этого мира, да, так или иначе, то у него наоборот, даже если мы уберем этот атом, ничего вокруг не изменится. То есть научная и гуманитарная дисциплина. То есть по факту, по факту, как раз-таки роль личности в истории повсеместно отрицается. Просто, ну люди непоследовательные, поэтому несут кумы. Ну я не отрицаю влияние личности на ход истории, я просто не знаю, кто еще, блядь, может влиять на ход истории. Самой истории нет, политики нет, общества нет, нихуя нет, все это, блядь, воображение, это как бы человеческие игры, мы, блядь, приходим, играем в них. Кто охуе не играет, тот молодец, соответственно, это чисто вымышленные наши правила. Их нигде нет, их потрогать нельзя. Представляете себе, представляете себе, я никогда не мог потрогать политику, и науку, и гуманитарные дисциплины, тоже потрогать не мог, соответственно. Вместо этого я мог поговорить с конкретными людьми, и из этого я, в принципе, вывожу, что у всех этих дисциплин скорее нет, чем они есть, а при этом сами люди, они скорее есть, чем их нет. И, соответственно, скорее эти люди, которые, скорее всего, существуют, в отличие от тех дисциплин, которые, скорее всего, вне этих людей не существуют, скорее всего, эти люди влияют на эти дисциплины, а не дисциплины влияют на этих людей. Просто люди влияют на людей, это уже другой вопрос, правда. Но вот в моей писательной системе все настолько четко и понятно, что даже никаких вопросов у меня не возникает в данном случае. Понимаете, все ровненько, все четенько. Никаких абстрактных структур, никакой хуйни, никакой ебучей статистики, вот этой вот магической, колдовской, которая из нихуя делает какие-то абстракции. Нет ничего этого, это все фантазии. Вот и все, все четко, все ровно, все последовательно, все работает. Потому что любой исторический процесс... Нет никакого исторического процесса у меня, это у меня для тебя плохие новости, долбоеб. Субстанционально никакого исторического процесса нет, его потрогать нельзя. Исторический процесс это та абстракция, это то как бы обозначение, которое мы даем действиям огромного количества конкретных людей. И эти действия конкретных людей не обусловлены какой-то историей или историческим процессом, блядь. Ну, если ты не марксист, конечно, и не идеалист, то ты бы со мной согласился. Любое представление о каком бы то ни было историческом, экономическом, социальном, политическом процессе, игнорирует роль личности, так или иначе. Вообще любое. Да, и чё? Возможно, у этих наук базовые неправильные принципы ложные. В чём проблема? Просто иными словами, роль личности в истории понятие фундаментально антинаучное. И чё? В пизду науку. Наука, отстой. Социология, кстати, и психология не игнорируют личность. Как термин. Они их даже... Они слово личность даже и продуцируют во многом. Ну, слушай, реплицировать роль личности невозможно по определению. То есть, получается, как с сознанием. Немножко слишком удобно. У нас есть... Ну, блядь, слушай, с статистикой тоже очень слишком удобно получается, потому что мы эту хуйню выдумали, а потом всякие долбоёбы начинают говорить о том, что... Она существует, блядь! Всё нахуй работает, блядь! Докинс, нахуй, блядь! Доказал наука! Вот, да, вот такая хуйня начинается сразу, конечно. Есть какое-то понятие, что какому-то мудаку 200 лет назад чё-то пришло в голову. А почему вы сразу про диктатуру-то? Причём здесь диктатура? То есть, что вот какому-то мудаку... Может, речь не про диктатор, а про сапожника, блядь. Значит, приходит к какому-то мудаку чё-то вот, блядь, в голову 200 лет назад взял, он чё-то вот сделал из-за того, что что-то произошло у него в голове. Доказать-то опровергнуть никак принципиально нельзя. Это анти... И чё? Из-за того, что это доказать или опровергнуть нельзя. И даже если это антинаучно, это не значит, что этого не было, и это не значит, что влияние личности не было оказано. Мы можем составить описательную систему, в рамках которой всё это будет выглядеть, ну, крайне правдоподобно. И... В принципе, все ваши, блядь, модели с наукой, где всё можно, блядь, доказать и хуй пососать, соответственно, ещё сверху на двух стульях посидеть и, короче, да, и пропердец как следует. Это не значит, что эта система будет хуже вот этой научной хуеты. Антинаучной. То есть это, ну, про... Ну, это мистика, по факту. Это, как бы, оккультные ремёсла. Нет, это не мистика, это ты просто долбоёб. Это как раз номинализм конкретный. Начинается. Знаете, а оккультус, значит, скрытый. Ну, нет, это социология, экономика, политика как раз оккультус, потому что они говорят о скрытых вещах, которые мы не можем потрогать, пощупать непосредственно. То есть какую-то политику, историю, не знаю, социум, их потрогать нельзя, они невидимы, но мы о них говорим так, как будто бы они есть, как будто бы у них есть свои законы. Мы ещё циферки какие-то считаем, которых тоже не существует, которые тоже к реальному миру глинякового отношения не имеют, да? Логикой как-то пользуемся, которая не имеет тоже никакого отношения к реальному миру, только к языку нашему ебучему. И языком ещё пользуемся, кстати, который тоже является идеальной системой и тоже не имеет никакого, скорее всего, отношения к реальному миру, соответственно. Представляете себе, какая интересная, блядь, ситуация? То есть на самом деле оккультным является вся эта хуйня научная, эта хуйня научная, а номинализм, он вполне реалистичен. Но по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, Мы можем подумать о том, мы можем подумать о том, как, посмотреть, короче, на то, как мир устроен сейчас. Сейчас есть люди. Люди излагают идеи. Изложил идею. Набирает учеников. Получилось набрать учеников? Молодец. Идея распространяется. Статей научных и ненаучных философских становится все больше. Все больше, больше, больше. Идея еще больше распространяется. Адептов конкретных становится у данной идеи все больше и больше и больше. Мы подтвердили эту теорию в настоящем времени. То есть влияние личности на ход истории мы увидели вот в настоящее время, соответственно. Если мы изолировали при этом все всякие идеалистические хуйни, которые, ну, ничего не значат. Ну, то есть, вот, 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 неощущаемые хуйни, вот эти вот социология, экономика, вот все, все, что невидимо, всю эту оккультную хуйню мы убрали, да, соответственно, непосредственно. Аннигилировали. Всю эту статистическую муть, которая не имеет никакого отношения к реальности, до свидания, все это. Оставили просто реальный процесс. Мы видим сам процесс, мы видим, как он технологически происходит, мы видим личность. Мы видим эту личность, которая передает всем какие-то знания, и у нее это получается. И потом эта система разрастает через конкретные личности, через конкретных персонажей, через конкретные индивидуумы. Не с помощью какой-то ноосферы, истории, блядь, общества, нет, с помощью конкретных, в общем-то, средств, людей, книг и так далее. Удивительно, да? Удивительно, чтобы для того, чтобы составить правдоподобное рассуждение, вот такое вот, да, не обязательно прибегать к ебучим абстракциям и логике. Да, мы не можем говорить о том, что в истории происходило это все всегда точно так же, потому что история, например, сто лет назад, ну, для нас она закрыта. Действительно закрыта? Действительно, действительно, но сейчас я смотрю на мир и вижу вот такое вот, блядь, устройство. Вот так вот оно происходит. Вот так. Я не знаю, могло ли происходить раньше так же, или 200, 300, 400, миллион лет могло так же, ну, миллион вряд ли, конечно, но могло ли такое происходить, там, 10 тысяч лет назад? Почему бы не сделать допущение, что да? Тем более, что вот реальность, вот сейчас мне она подсказывает. Вот я вижу чувака, чувак создал идею какую-то, эту идею он пытается распространить, и у него иногда получается. Чистое описание. Чистое описание. Вместо этого, вместо этого, что нам предлагает уебер маргинал? Давайте подумаем. Хуевая статистика, ничего не видим, ничего не понимаем, циферки какие-то просто, в общем-то, подставляем друг другу, вычисляем определенные параметры, которых не существует, усредняем все в число, которое ничего не обозначает, его не существует. И вот вам истина научная, охуенно, хуй соси, короче, никакой реальности, вот вам оккультик, вот вам мистика непосредственно. Вот это и есть мистика, это и есть идеализм, собственно. И напоминаю, что и математика, и логика, и вся прочая хуйня, они прочно, прочно вросли в идеалистическую структуру, в платонизм, пифагоризм, и на самом деле сохраняют в себе. Многие элементы от этого самого идеализма, и существовать без них просто не могут, соответственно. Просто логики и математики, это как раз те самые современные идеалисты, ну как минимум их отголоски. И они будут постоянно цепляться за более-менее реалистичные, реалистичные позиции, номиналистические позиции. Ну вот просто потому, что им вот эти вот сущности, невидимые, оккультные, мистические, куда важнее, чем реальность. То есть это исследование оккультных свойств вещей. Хуёль. То есть сокрытые свойства магических кристаллов и так далее. Да, да, да. Также и вот мысли Наполеона. Нет разницы между верой в скрытые, в скрытых духов, которые живут в камнях, и мысли в голове Наполеона. То есть когда историк рассуждает, там, Родзинский, Фанасенко. Е-е-е-е. Скрытые мысли в мыслях неона. Бля, Неполеона. Ёль, Наполеона. Это твоя мать тебя наколола. Мыслей у неё не было. И сознания у неё тоже не было. Твоя мать проституткою была. И это всё, что знаем мы, братан. А у неё не было сознания. Она просто у всех сосала, блядь. Просто сосала. Сосала, сосала. Бихевиоризм. Порешал её сосала. Она обсосала. Всем, кому могла соснуть. Понимаешь, брат? В этом вся суть. Твоя мать проститутка. И это прикольно. Понимаешь? Сосать хуе это не больно. Да, всё хорошо. Детерминизм порешал всё на свете, бро. Детерминизм порешал. Твоя мать сосала. И это нормально, бро. Еее. Сосала хуи. И мыслей не было у неё. И даже сознание, увы. Крей. Про мысли Наполеона или Сталина, он с тем же успехом может на бедренной повязке скакать вокруг камня. И, блядь, ожидать, что в него вселятся какие-то духи, нахуй. Что он там исследует духов в камне. Потому что эти... Ну, Наполеон мог, например, написать о своих мыслях в книжке. Есть основания какие-то всё-таки, не знаю, думать о том, потому что... Думать о том, что он реально об этом мыслил, короче. Видите, оба объекта имеют одинаковый онтологический статус. Это хуйня, которую он сам выдумал. Как бы... Нет, если чувак пишет Наполеон думал... Наполеон думал... Наполеон думал... Если он пишет Наполеон думал, и он сам это выдумал, значит, это хуйня. Если он пишет Наполеон думал, и вот это высказываем, Наполеон думал там, что там, не знаю, убер-маргинал чмошник, например, да, вот так. И вдруг есть письмо, в котором Наполеон писал. А знаете, госпожа там, не знаю, хумпансье какая-нибудь. Я считаю, что убер-маргинал чмошник. Сосёт хуй, короче. Считаю так. Точка цитата Наполеон. Подписываю печать. Вот. Документ. Есть основания полагать, что тогда он действительно так и думал. Собственно, и всё. Единственное, что историк может сделать с мыслями Наполеона, это их выдумать. То есть это пример применения роли личности в истории. То есть вот историк сел, выдумал Наполеону мысли, и этими мыслями объяснил, блядь, то, что Наполеон пошёл на Россию. Вот не всегда так работает. Иногда есть определённые, как бы, документы, которые это подтверждают. Конечно, мы можем усомниться в том, что Наполеон думал о том, что писал в документах. Да. Но, блядь, это не может быть мощным аргументом против того, что Наполеон вообще, блядь, не думал. Прикиньте? Охуенно. Да. То есть сел, выдумал, блядь, мысли Сталину и объяснил этим действия Сталина. Тоже охуенно. А поскольку Сталин, он типа верховный главнокабандующий, блядь, то этим, соответственно, можно объяснить. Объяснить и, блядь, всю политику СССР тоже, потому что одном... Ну, я не считаю, что этим можно объяснить всю политику СССР, но при этом одни личности влияют на другие личности больше, чем, как бы, некоторые другие личности. То есть, всё просто. Есть некоторые персонажи, которые влияют на происходящее событие больше, чем другие персонажи. Всё? Я выдумал мысли какого-то одного мудака, блядь. А этот мудак, он был фундаментально важный, потому что я так сказал. Потому что я вот так вот интерпрет... Не, ну потому что он управлял огромным количеством людей и от его решений многое зависело. Ну, по крайней мере, предполагается, что от него многое зависело, потому что мы полагаем, что его статус и его власть, в принципе, ну, могла распространяться на то, чтобы делать очень странные вещи. То есть, командовать другими людьми и заставлять их делать то, что бы они сами делать не стали. Притирую политический процесс вот на этом конкретно географическом участке, в такой-то, такой-то участок времени, отрезок времени. Я, в принципе, согласен, что даже на Сталина, наверное, кто-то влиял. То есть, влияние чистой личности я тоже не вижу. То есть, нет какой-то абстрактной чистой личности. Но то, что все влияют друг на друга и есть определенные персоны, которые влияют на всех больше, чем все, вот как бы отдельно влияют на него, там бывает даже, да, с этим спорить довольно трудно. То, что, вот смотрите, если личность влияет на ход истории, из того, что личность влияет на ход истории, не следует, что, блядь, Сталин был единственным человеком в СССР, который влиял на ход истории, блядь. Вы чувствуете разницу тезисов? Из того, что влияние личности на ход истории, вот, вот, если мы придерживаемся, то, что личность влияет на ход истории, из этого не следует, блядь, что только один, нахуй, ебаный Сталин влиял на ход истории. Это значит, это значит, что был Сталин, который влиял на ход истории, было некое количество людей, которые влияли на ход истории, а были долбоебы, типа крестьян, которые нихуя особо не влияли на ход истории. влияние Сталина на ход истории, его решения, его решения, решения Сталина, были куда более значимы, чем решения какого-нибудь там, не знаю, рабочего, колхозника, да, какого-нибудь. Вот, и все, я через это, нахуй, все объясняю. Объяснительные ценности ноль, то есть, никакой нет, нахуй, объяснительной ценности. Это так же, как литература Веда, которая апеллирует к мнению автора постоянно. Вот, блядь, Набоков решил, сказал, что его произведение, да ссал я и срал, что там, Набоков решил, что, блядь, его произведение, какой смысл оно нахуй имеет. Объективно, произведение имеет тот смысл, который в нем содержится. А кто решает, какой смысл в нем содержится? А не тот, который хотел вложить автор. Фундаментально важных мудаков в истории очень много. Ну, смотри, фундаментально важные мудаки являются фундаментально важными только в силу того, что они могут издать какой-то указ в рамках какой-то политической системы. Вне гигантской структуры, которая наделяет их ролью, они ничто. Это просто такой же... Известны исторические случаи, когда персонажи, личности создают эти структуры. Более того, известны такие случаи, когда отдельно взятые философы, типа там Лока какого-нибудь, создают современные, блядь, сложные демократические структуры политические. То есть философы, как личности, влияют на ход истории с помощью своих идей. Они предлагают идеи, и их идеи потом реализуются на практике, в политике, в науках и так далее, так далее, так далее. Я не знаю, Егор, что он там подразумевает. Я не буду пытаться найти скрытый смысл в его словах. То есть просто мешок костей, блядь, и говна. Спасибо, Вигзер Дэйв, за подписку. Пять месяцев. Спасибо, топич. То есть какой-нибудь Папа Римский может там... там... издать какую-нибудь... доктрину Первооткрывателя, там еще какую-нибудь хуйню. Да, фундаментально расистскую. Но это только потому... А что мы скажем о том человеке, который создал институт папства? Потому что у него есть роль, под него созданная. А что мы скажем про тех людей, которые создают роли? Это никак не опровергает то, что роль личности важна. Блядь, ты нихуя не понимаешь, смотри. Нет, Маргинал, ты хуйню просто, блядь, несешь для умственно отсталых, блядь, детей. Роль. Вот если взять, например, какой-нибудь там Папа Римский, там Урбан Второй, или там Папа Римский, еще какой-нибудь хуй, блядь. Блядь. Понятно, короче, Папа Римский какой-то, блядь, любой. Да, который издает какую-то, блядь, эту, как называется, энциклику какую-нибудь издает, да? Это действие, которое делает папский трон, прежде всего, а не этот конкретный муд... Папский трон ничего не делает. Папский трон не двигается, я не могу с папским троном поговорить. Папский трон не умеет думать, не умеет ничего нахуй издавать, блядь. Папский трон это, блядь, абстракция, хуйня невидимая, как бы это и есть мистика. Это не субстанция, это не живое существо. Папский, блядь, трон делает. Долбоеб, блядь, тупой. Мудила, который на нем сидит. Нет, это делает мудила, который на нем сидит, благодаря непосредственно тем возможностям, которые ему даровали другие индивиды, личности, там как угодно, соответственно. Это действие, которое издает, прежде всего, которое совершается тем слотом, который он оккупирует. Нет, слот нихуя, ну как бы решает, но просто в том смысле, что этот слот поддерживают индивиды конкретные, отдельные, блядь, люди его поддерживают. Вот все. Сам трон, блядь, не существует. Сам слот не существует нигде, кроме нашего, с наших умов, как бы. И умов тех людей, которые, как бы, верят в этот самый слот. И папа может издать указ, в котором он, наверное, отменит папство, хотя вряд ли. В котором он отменит что-нибудь вообще. Отменит свой слот. В некоторых системах такое возможно. Ладно, в папстве такое невозможно. Но, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, мы можем изменять слоты. Буллы, это печать, по-моему. То есть, вот, блядь, как бы, верховный главнокомандующий, например, был бы другой папа и сдал бы другой указ. Да, покажи мне, блядь, альтернативную историю. Давай, экспериментально докажи, что если бы... Каждый другой папа издавал разные указы. Конечно, это может быть связано с историей, невидимой, какой-нибудь другой невидимой хуйней, но просто разные папы издавали разные указы. Вау. Если бы был другой папа, он издал бы другой указ. Я повторю тебе, как бы, у любого прошедшего события вероятность 100%. То есть, вероятности того, что папа римский. Нет, там просто нельзя вероятности применять. Нахуя применять вероятности к произошедшим событиям? Мог бы издать другой указ? Её нет. А, блядь, отсутствует. Ну, если, 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 если бы мы могли повторить то или иное событие, если бы мы могли вернуться во времени и попробовать, как бы, исследовать данную проблему, в общем-то, с нуля, не влияя никак на события, переместиться во времени и посмотреть, мог бы тот же самый папа и сдать все те же самые указы за всю свою жизнь, которую он издал, да? Я, например, предполагаю, я предполагаю, я предполагаю, что в принципе, я предполагаю, что в принципе, в данном случае, всякий раз, ну, вообще можешь делать такое предположение, что всякий раз, когда мы будем перезапускать время и не влиять при этом на него, мы всё равно будем получать разные результаты. Потому что переменных в жизни очень много. Может быть, папа римский какой-нибудь вообще шёл по улице однажды, да, и перед ним упал кирпич. Если бы он прошёл буквально на шаг вперёд быстрее, а это могло бы быть, ему бы на голову этот кирпич упал, он бы сдох и ни на что бы не повлиял и ничего бы, блядь, не издал, соответственно. Ну да ладно, ну да ладно, это уже другой вопрос, блядь, другой вопрос. Я просто не верю в постоянно повторяющееся время. Это довольно странная и очень удобная догма для всяких долбоёбов типа Uber Marginal, о которых будут пытаться там нам говорить, а как это, блядь, проверить? А как твои высказывания проверить? Да никак, блядь, не проверить, ты просто пиздобол как бы, просто пиздишь и всё. Если ты пиздишь, то и твой оппонент имеет полное право на такой же самый пиздёж. Во-первых, Денис Сидоров, смотрите, у меня есть группа Shadow Books, вот эта вот штука. Вот сюда можете зайти, здесь есть некоторые бесплатные тексты, есть платные, посмотрите. Вконтакте. Во-вторых, есть Бусти, и на Бусти у нас полный набор эксклюзивных произведений Александра Шадова, правда неправленных. Вы можете ознакомиться со всей моей прозой без исключения, если заплатите достаточное количество денег. Сами почитайте правила на Бусти, уже узнаете, там будут даже как бы описания некоторых книг, то есть сможете узнать побольше. Книжный магазин Шадова и Бусти. На Бусти есть все мои книги, но они неправленные, они не готовы к изданию пока что. То есть это чисто эксклюзивный контент на Бусти для особо избранных, которым прям очень интересно. Там можно прочитать все мои романы, написанные вот к данному моменту. Потому что покажи мне другую вселенную, да, эмпирически. То есть где, блядь, Папа Римский, там Урбан II, там не начинал. А ты мне лучше покажи, блядь, такие вселенные, в которых все эти действия будут постоянно повторяться. Покажи мне маргинал, те вселенные, в которых все это будет постоянно повторяться лучше, а? Чисто эмпирически. Ну, ты вроде бы делаешь вид, что ты защищаешь позицию, которая не является типа хуйней однозначной, да? Чисто эмпирическую такую позицию. Так ты мне покажи, чисто эмпирически в таком случае. Чисто эмпирически покажи, да? Повторение-то вот это вот. Покажи, что вот мы запускаем время заново и поехали, да? Все то же самое повторяется. Тот же Папа делает все те же действия. Никто не мог выбрать другого Папу, ничего не могло произойти иначе, никаким образом, да? Давайте просто перезапускать время по тысячу раз. И тогда мы только, может быть, убедимся, что, ну, действительно, маргинал-то прав, мир детерминистичен. Пиздец. Ну ладно, маргинал, как обычно. Все крестовые походы. Более того. Более того. Даже если. Даже если. Мир детерминистичен. Даже если мир детерминистичен. Это не значит, что у личности нет влияния на ход истории. У индивидуального существа. Это не значит, что у индивидуального существа нет влияния на ход истории. По той причине, по той причине, что это индивидуально. Ну, вопрос в том, что есть помимо этого индивидуального существа. Социум есть. По-моему, ну, то есть, мы можем допустить себе детерминистическую систему, в которой нет таких идеальных сущностей, как экономика, социум, статистика и прочая поебота, которая выдумана из головы мистическая, да, соответственно. Не во всякий, не всякий детерминизм, не всякий детерминизм подразумевает, что на личность, что ход, ну, то, что, вот, в общем-то, личность на ход истории не влияет, соответственно. Даже если мир абсолютно детерминистичен, и больше некому влиять, даже личность детерминистична, но эта детерминистичная личность все равно влияет на мир. Представляете себе? Мир детерминистичен, ничто не может произойти по-другому, ничто не может произойти по-другому, но, блядь, при этом все равно именно вот этот ебаный человек начал, блядь, войну. Просто этот ебучий человек начал войну, и его, блядь, влияние оказалось больше, чем влияние какого-то крестьянина из-под залупы. Представляете себе? Непосредственно Вау Спорят они не о том Сейчас, на мой взгляд, какой-то хуете Вперед давай То есть вместо Урбана Второго там был другой Папа Римский И он, блядь, не начал крестовые походы, например А слоты кто создает? Ну, блядь А кто создал человека с двумя руками и ногами? Бог, наверное, пришел, блядь Ну что-то ладно очень создано, да То есть, ну как так может быть? Разве может, блядь, глаз появиться сам? Да, то есть Это же очевидно, что, блядь, Иисус пришел, блядь, подул, блядь Как бы Растер, блядь, и все Появился человек с глазами Ну Очевидно Очевидно, да Ну то же самое и социальные институты То есть вера в то, что социальные институты создаются человеком Это как вера в то, что банан создал Бог Потому что А кем создаются социальные институты? Первый вопрос Первый вопрос С кем создаются социальные институты? Кто создал социальные институты? Что создало социальные институты? Было ли когда-то время, когда социальных институтов не было? И если их не было, то что их создало? Откуда они появились? Кто, блядь Кто конкретно, блядь, их создал? Кто, блядь, создал социальные институты? Человек Бог Сами появились? И в каком смысле появились? Где они, блядь, появились? Как потрогать социальный институт? Как его пощупать? Он не является ли абстракцией, этот социальный институт? Хотя об этом мы уже все поговорили тысячу раз И приходится повторять Ну потому что все-таки Марго коснулся темы социальных институтов И они все-таки существуют Существуют, да? Но я хуй знает Я их никогда не трогал У банана шкурка есть Хочется сказать, что любой человек в одинаковых условиях Сделал бы одинаковые действия Ну просто проблема заключается в том, что Вообще проблема заключается в том, что В том, что В принципе, многим людям, которые так или иначе противоборствуют Дурацким позициям убермаргинала Не хватает смелости для того, чтобы уйти от Таких, знаете, общераспространенных клишейных позиций О том, что общество существует Экономика существует Вся эта хуйня существует Все эти воображаемые понятия существуют И поэтому оно им тяжело Они вроде бы интуитивно понимают Что маргинал хуйню несет полную Но при этом, блин Они, в принципе, им приходится На одном и том же поле с ним танцевать Потому что общество Хуй общество Блять, марксистская поебота Вся вот эта вот, да? Идеалистическая Которая тоже из головы выдумана Ну вот, вот забавно Дал бы одинаковые указы Я хочу сказать, что Бессмысленны вообще рассуждения о том, что другой человек мог оказаться в этих условиях Потому что сослагательное наклонение Когда мы начинаем рассуждать об истории в сослагательном наклонении Мы уходим в это самое Фикшн В художество Да, напоминаю, да? Что маргинал потом делал сегодня уже А вот если, если, если Там роботы завоюют планету Новая жизнь появится Литература То есть рассуждение о том, что сделал бы другой Папа Римский На месте Урбана Второго Это не то, что не наука Это даже не история Это худлитра Про попаданцев, блять Просто задумайся Ну вот, Папа Римский, блять Может ли тот же самый чувак... Ну ты, блядь, просто задумайся, какова форма аргумента? Какова форма аргумента? Может быть, аргумент следует складывать по законам Аристотеля силогизмы? Нет, силогизм отстой. Это прошлый век, это прошлый век, это прошлый век, я считаю. А может быть, нам нужна, в общем-то, другая логика? Другая логика, логика, на развитие которой повлиял Фреоге, там, например, да, какая-нибудь такая логика, может быть, нам нужна. Блин, я даже не знаю, я даже не знаю. Непонятно, непонятно, непонятно. Может быть, нам нужна логика предикатов первопорядка, например, да нет, ну нахуй, на ну нахуй складывать аргументы по логике предикатов первопорядка, короче, вот так, а ты просто задумайся. Это логика предикатов 10 порядка, блядь, аргумент звучит приблизительно так Ты, блядь, просто задумайся Ты, блядь, просто задумайся И все заказано Привет, слушай мой трек, пожалуйста, там нет авторского права, тебе понравится, что? Так закажи Ты просто задумайся, чувак, ты просто... Джон Доэ, Джон Доэ, Джон Доэ Джон Доэ, Сунада не должна вам 40 рублей, это очевидно Просто задумайся Задумайся, задумайся, быстрее задумайся Привет, Батхёрд Просто задумайся, просто, блядь, задумайся об этом Никаких 40 рублей Сунада не должна Дать тот же самый указ, находясь на другой ступени в этой же иерархии Нет Ну, значит, здесь решает, блядь, не этот хуй А все-таки его место в иерархии Потому что настоящим историческим действием А, иерархию кто создал? Ну, просто тут большая проблема в рассуждениях заключается в том, что кто-то вот как бы... А кто создал иерархию? Люди или она сама создалась? Которую ты приписываешь лично Я не понимаю, как она сама может создаться Это, по-моему, очень странно Является издание некоего указа, прежде всего То есть действие юридическое А юридическое действие — это процесс в системе, прежде всего Это не действие отдельного лица Как вот он или сел, сел, посрал, например В какой-то мере роль личности в истории можно свести к другому Можно сказать, что вот у нас есть Допустим, у нас социум — это вот такая сложная система Которая чувствительна к исходным состояниям Кстати, социума нет, это хуйня полная Но, допустим, социум существует Там он где-то парит над людьми Там такой, знаете, типа симсов, короче Игра симс, короче, как будто бы Вот у нас каждое маленькое движение То есть там взмах крыльев бабочки Там кто где покакал, кто где пукнул, блять Кто где чихнул Оно влияет в итоге на исход истории Но тогда у нас роль личности в истории тривиальная просто То есть, ну, ок Тогда она есть, но она, опять-таки, не имеет никакого смысла Это все равно, что сказать, что телеология Аристотеля истинна Если мы под Телосом понимаем любое следствие Такие люди есть, как бы, типа Вот у нас Телос, блять, предназначение Это, блять, любое следствие, любой причина Это всегда предназначение, потому что я так сказал Ну, окей, это тривиализация телеологии просто фатальная Ну, как бы, то же самое и здесь То, что Папа Римский там, блять, в носу ковырял в какой-то момент Это создало какие-то колебания воздуха, которые что-то там задели, блять Которые в этой вечной, этой динамической пляске всяких, блять, процессов, нахуй Сталкивающихся друг с другом Они как-то повлияли, блять, на то, что где-то началась война Ну, да, хорошо Вот такая роль личности в истории есть, окей Ну, также это роль бабочек в истории Роль усениц, блять, гусеничек, тропинки там, блять Ну, всё, мы досматриваем, я думаю, уже неинтересно, мы его разъебали, короче По всем статьям продолжаем Лиска каждого колоска То есть такое есть, но есть мнение, что чувак другой имел в виду Ну, твоё мнение, блять, ну да ладно Просто по факту история, это история популяции, прежде всего А-а-а-а А-а-а, блять, а популяции-то не существует, прежде всего Блять, эта хуйня тоже воображаемая, ну да ладно А не людей Нет, важна конкретная личность, которая сделала действие Которая качественно отличается от других в рамках всей истории Сотни идиотов не могли решить конфликт Пришёл именно этот и в соло всё решил, забухав с нужными людьми Ээээ, нет Если бы конфликт не пошёл на спад, нихуя бы он не решил То есть то, что пришёл какой-то мудил и решил какой-то конфликт X Оно является просто следствием того, что конфликт и сяк Пришёл какой-то мудак, который взял и убил, блять, всех вокруг И создал, блять, свою систему со своим блэкджеком и шлюхами, короче Просто, блять, достал нахуй ебаный меч, короче, и расхуярил весь там, не знаю, Сенат Позвал, блять, подкупил солдат, наёмников Отхуярил всех, отрубил головы Потом матерей, жён, братьев тоже всех убил, например, всех убил Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Смешение какое-то могло произойти. Опа, донат. Спасибо, слепотно. Еще что-то там. 100 рублей, что скажешь. Открылась какая-то новая территория, на которую получилось в итоге скинуть избыток населения, там еще что-нибудь. Как же заебали эти идеалисты, короче, честно. Они со своих идеальных системах уже даже потеряли какие-то основания для реальности. Они парят в каких-то космических неописуемых вещах, которых не существует, которые не потрогать нельзя. Ничего с ними нельзя сделать. Просто выдумки какие-то. Выдумки, возведенные в ранг истины. Привет, Магок. Ну как тебе сказать, Магок? Веб-камера штука не идеальная. Вообще всякое бывает в жизни. Да, рептилоиды вмешались. Не, все-то какая ава. Не понимаю, о чем речь. Я просто ее отзеркалил. Наверное, ты об этом говоришь. Я отзеркалил веб-камеру просто. Да, снова Кукич. Так, ребят, заказывайте что-то другое, если вам Кукич не нравится. Ну мне заказали Кукича. Ладно. Просто одну треню пропустил. На самом деле уже больше недель тренировок пропущено. Тренер болеет. На самом деле разбора каждой личности слишком крупно. По сути, настоящие историки должны разбирать влияние каждой отдельной частицы. То есть нужно разбивать движение атомов в импульсы, в голове у Хрущева, чтобы понять, почему Кукуруза. Поехали дальше. Пять минут. Маргинал и математик про IQ. Скажите, а показатели IQ является ли это действенным способом? Это говно. Так. Просто говно. Понимаешь? Причем не собачье, не кошачье, а медицинский кал такой кусочками. Есть говно разной консистентной. Саватеева чувствую, Саватеева. Чувствую голос Саватеева. Такое поносное. Есть, да, есть такой медицинский кал. Вот это вот медицинский кал. Не знаю, что сказать. Но я могу пояснить свою точку зрения. Все равно спросят, почему я так считаю. Значит, начальные вопросы IQ действительно для дебилов. То есть кто на них не отвечает, тот либо дебил, либо просто альтернативно одаренный человек, либо прекрасная девушка, которая не хочет думаться. Есть такое, есть такое. То есть действительно есть очень простые непосредственно вопросы IQ. Согласен. Дальше идут вопросы. Ой, а вот это уже была дискриминация, да? Правильно я понимаю американскую практику? Дискриминация в чем? Я не уловил, значит, наверное, ее не было. Тогда идем дальше. Значит, дальше идут вопросы средние, которые, ну, просто тоже можно там быстро поотвечать. А дальше начинается хуйня на постном масле, потому что дальше начинается вкусовщина совершенно бессмысленная. Тут я с Аватеевым согласен. Просто то, что мы понимаем под высоким интеллектом, это способность, ну, по сути, способность достигать каких-то выдающихся вещей в той или иной, как бы, сфере. Причем даже не социально, а чисто вот так, знаете, физически, наверное. Как бы не физически, ну, идеально, да, идеально. Все-таки в идеях своих, по большей части. Например, писать охуенные сложные романы, которые, блядь, никто не может написать, это, ну, заслуга интеллекта большого. Или, например, создавать такие, блядь, теории, которые никто не может, тоже заслуга интеллекта большого. Просто проблема заключается в том, что все эти виды сложной интеллектуальной деятельности, они разнородные, они направлены в разные стороны. То есть они не являются универсальными. И способности, отвечающие за это, тоже довольно разнородные. Поэтому проверить их какими-то тестами нельзя. Нужно, грубо говоря, вот я сейчас выписал последствия с нуля единиц. Вот кто угадает, какую последствия я выписал, тот получит дополнительный балл. Там будет не 140 у него IQ, а 150. А кто не угадает, какую последствия я тут выписал, или я тут выписываю последствия, у меня есть некоторые принципы, как я ее выписываю. Угадайте принцип. А ну-ка угадайте мой принцип. То есть чистая, вот чистая вкусовщина автора... Согласен, кстати, согласен с Аватеевым. Соответственно, если вы сдаете IQ на 80 и ниже, то что-то не так в вашем? Согласен, кстати. Согласен, кстати. Большинство, ну, задачи на 80 до 80 баллов, это, ну, как бы... Но с тем же успехом можно дать человеку примеры для решения сложения, вычитания, там, я хуй знает. И все. То же самое получится. Плюс-минус умножить, поделить, и время дать такое же где-то. Тот же, та же самая проверка интеллекта будет. Зачем нам IQ тогда, непонятно. Если вы сдаете от 80 до 120, то все в порядке, и вообще нужно на это забить. Если вы сдаете больше, то вы никакой не гений, а можете засунуть свое самолюбие себе в заднюю. Согласен с Аватеевым здесь тоже. Вы просто угадали какие-то там конкретные мотивы, которые в головах у каких-то конкретно взятых там дядек или тетек. В общем, высокий IQ ни о чем вообще не говорят. Ну, там, на мой взгляд, немного про другое, про, собственно, проблему, в том, что, в общем-то, он называется коэффициент интеллекта, в то время как корреляции, которые они проводят между высоким IQ... Да корреляции, блядь, можно провести между чем угодно, блядь. Между огромным, блядь, хуем и, не знаю, куколдизмом можно провести какие-то там, не знаю, корреляции, например. При этом эти корреляции, ну, пшик просто. Ой, низким уровнем преступности там и так далее. Они, в общем-то, ну, в традиционном понимании интеллекта, это не интеллект, это просто... Вообще, понимаешь, я вот эту социальную науку, которая непрерывная какие-то корреляции, что-то с чем-то там, я ее в гробу видел, вот просто в гробу, потому что... Ну, так же, как и я математику, собственно, действительно, потому что это хуйня полная, согласен с Аватеевым. Математика хуйня в применении к другим наукам, особенно к социологии, прям вообще, как бы, абстракции на абстракции, о которой ничего не значит. Все вилами по воде писано, все эти исследования, я разбирался не в одном таком исследовании. Согласен, согласен, вообще все исследования вилами по воде писаны, даже физические. Ну, и математика, соответственно, тоже вилами по воде писана. Я тоже согласен здесь с Аватеевым. Вот, отлично, круто. Видите, с математиком разобрались, что математика вилами по воде писана. Согласен, абсолютно, полностью. А в очень многих. Как правило, где-то происходит какая-то аккуратная там подгонка куда-то под какой-то результат, которого вы реально хотите, или там совершенно произвольная постановка задачи в такой форме, в которой вопрос бессмысленный, не интересен никому. Ну, вот эти все корреляции, IQ с чем-нибудь, все в унитаз. Это все такая, как я это абстрактно называю, американская наука. Она, может быть, собрана и слита в унитаз или сожжена на костре. Это бред. Просто бред. Бессмысленно. Когда говорят, что Аватинка обогнала Россию в науке. В какой? Вот в этой туалетной бумаге пусть обгоняет сколько угодно. А в нормальной математике не обогнала. Там следующий вопрос, кстати, про это будет хороший. Но, собственно, мне хотелось бы заметить, что со своей позиции, потому что я тоже перелопатил довольно много подобных работ. Да, 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 перелопатил в свое время. Да, есть Децл. То есть, на мой взгляд, даже несмотря на то, что можно найти информацию насчет того, что вот эти IQ-исследования, они наиболее реплицируемые, наиболее повторяемые, да, то есть наиболее научные из всей психологии. То есть, но проблема в том, что с чем они соревнуются, то есть быть наиболее повторяемым, более повторяемой разновидностью исследований из психологии, это, ну... Нет, это какая-то... По-моему, это какая-то ахинея, которую как бы, ну, запрещать ничего не надо, естественно, зачем это запрещать? Но пусть дрочат это все и дрочат дальше. Но просто интересоваться этим нормальный человек не будет, на мой взгляд. согласен так ну вот порешали с кейс порешали 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 цунада пишет перелопатил много подобных работ свое время то есть поблуждал по ссылкам из википедии в 16 лет есть такое да что с ним произошло за эти годы пруд в голову словил но натупил резко но я чувствую тотальный алкоголизм шизофрения общение с ебанутыми людьми соответственно неожиданное предательство после вопергейта когда практически вся интеллектуальная в общем-то элита с которой он общался от маргинала отвернулась ну то есть смотрите после вопергейта но от маргинала отвернулись вообще по моему почти блять все адекватные персонажи типа там васила жмелевского реально люди с которыми можно было адекватно поговорить люди у которых есть заслуги какие-то интеллектуальные то есть люди которые реально много чего умеют может быть могока остался могу хороший умный человек тоже конечно же вот так в основном ну кто капитан блять влад у которого умственная блять отсталость разит просто за несколько километров короче автор самого низшего контента во всем блять интернете это самый нижний интернет из всего даже блять егор погром от него отвернулся от маргинала да хотя егор погром но это конечно не к добру но погром скорее знаете пытался хотя бы знаете держаться такого вот сдержанного типа дискурса ну то есть погром хотя бы не бодловатый сумасшедший шиц в этом смысле погром просто довольно грубый не очень умный человек но при этом он хотя бы пытался но маргинал поехал кукухой да все причем видимо видимо как-то повлияли последние события когда его смотрел еще в 2019 году все было приемлемо что ли были нормальные эфиры были приемлемые хайлайты позиция маргинала не вызывала тотального в общем то отвращение и не хотелось сказать что он полный дурак генетический интервью спишь кстати почему в опер гейт переломный момент почему почему что сразу ряд людей типа жмеля и васила стали хулисосами а значит и взгляды тоже стали зашкваром я думаю конечно не переломный в момент я думаю ну да это переломный момент но к этому что-то подводила наверное я не изучал непосредственно биографию бер маргинала соответственно но блять конечно тотальная ебанутость у маргинала на мой взгляд началась после того как он перестал общаться с умными людьми по большей части то есть он по определенным причинам получилось так что из его круга общения выпали все умные люди ян синмер тоже нахуй улетел не знаю васил ушел заговор искусства тоже ну относительно образованный интересный человек с которым есть о чем пообщаться есть о чем поспорить с ним в конце концов ну то есть понимаете в чем дело все короче слетели нахуй ни одного умного человека рядом с маргиналом не осталось и этот человек провел в общем то вот в таком вот состоянии уже сколько уже полгода получается провел блять в этом состоянии полгода да даже с ежи с арматом у него не часто стримы бывают и с ежи они в лучшем случае не обсуждают какие-то серьезные проблемы распространяются сплетнями в такой смысле относительно образованный ну кандидат наук ну собственно кандидат наук но с ежи маргинал почти не общается еще чего могу сказать то есть теперь у них иногда бывают какие-то праздничные стримы где они в общем то сплетничают большую часть времени сплетничают на как же каргин о каргин заебись дугин зато на стримах с дугином маргинал не ведет интеллектуальные беседы по большей части маргинал сосет как бы бибу сидит такой о да долгин у меня на стриме как хорошо как хорошо хорошо нитишки тринспи что у него иррациональная ненависть чужим взглядом есть такое это это плохо иррациональная ненависть чужим взглядом это конечно очень плохая это очень болезненная черта и понимаете в чем дело было хорошо когда у него были друзья у которых были другие чужие взгляды которые были не солидарны взглядами маргинал и маргинал был кэша против этих взглядов но ему приходилось социально сдерживать себя и не выпускать вот эту вот на уровень безумия соответственно ну вот как то так если же миль имеет позицию x значит позиция x хуйня поэтому нужно придумать свою диаметрально противоположную эпоху и что говно кстати такое тоже наверное имеет место эх ну ладно вячеслав колик пишет так сейчас да додик переехал бы в мск и тянки были бы с деньгами были бы лучше и хейта меньше да нет в принципе в эти маргинал то начинал с довольно хорошего контента и в принципе если бы он продолжал в этом русле развиваться из него получился бы хороший не знаю философ ну донат донатный философ как говорят да хороший представитель в общем-то философского сообщества довольно таки вразумительный вот ну то есть тут все довольно довольно странно конечно это тоже показалось очень странным что блять маргинал слетел с катушек про после конфликта блядь свопер гейтом всех нахуй слал и так далее так далее так далее то есть действительно было очень странно действительно блять было очень странно очень поехал очень шуя короче никто наверное не ждал до такого что кукич короче поедет кукуха и окончательно и все печально-печально-печально сменок у тебя когда совместка с акромаром да я не знаю как с ним связаться ребят я бы с удовольствием связался с акромаром и собаку бы нашел для него соответственно вместе собаку бы мы с ним задвинули кому-нибудь но пока что нет пока что нет а очень бы хотелось чё-то его реально хуйня с воперами за дело он аж расплакался ну блять я не знаю на самом деле на самом деле ну блять ну блять но это антисоциальное поведение в конце концов это очень антисоциальное поведение и проблема заключается в том что он как бы ну не расстраивается понимаете он думает что он блять всем свет в будку провел он думает блять что смотрите смотрите блять он провел он бля он блять правил он провел всем свет в будку а при этом нету никакого влияния личности на историю вот вы поняли ребят шутку-то реально вот это смешно оон него положение которое он так не на или иначе не заслуженно видимо или заслужен неважно до достиг а именно он провел свет в будку и им блять им нахуй провел свет в будку блять блять выебал короче ну вот противоречия теперь маргиналу остается либо отказаться от концепции того что он провел кого-то свет в будку с одной стороны а с другой стороны ему остается отказаться от своей концепции что личность ничего не решает в истории предлагаю держи марго держи с любовью короче да кто-то бы другой провел им свет в будку если бы не маргинал все окей проиграл вот охуенно разыба короче реально разъебали маргиналах я чё-то не ожидал вот это кайф это на хайлайт наверное надо бомбануть такс блин у меня у меня дохуя сегодня хайлайтов к сожалению я даже не знаю что делать 5 часов где-то 16 минут так по-моему заебись хайлайты так потому что цунады все это не распространяется на только одну историю понимаете в чем дело это распространяется на социальные институты например социальный институт стриминга социальный институт вот который социальное устройство в котором там у нас есть медисон там медисон тоже кстати но не просто так оказался наверху просто такие социальные обстоятельства были созданы соответственно да медисон тоже никому свет в будку на самом деле не проводил и влияние медисона на маргинала тоже как бы здесь можно аннигилировать Но также можно аннигилировать влияние маргинала На всех остальных А, да-да-да-да-да-да-да-да Фетбудку Соединить Хайлайтом про Историю Я не собирался делать хайлайт Про историю Блядь, ребят, ну нахуя Пять, пять, короче, хайлайтов уже Четыре хайлайта больших наберется, я в шоке Просто хайлайт за хайлайтом Хуярим, я даже не знаю, когда мы уже отдыхать-то будем